История Амалиенау От хлебного озера Начнем нашу экскурсию с озера Поплавок Немцы называли его Прудом Близнецов На карте видно, что водоем разделяется земляной перемычкой В советское время Хлебным озером Рядом был хлебный магазин Ну а нынешнее название Поплавок Суизоперемычки На этой стороне озера Расположилось несколько немецких вил Довоенные постройки Плавные фасады которых Выходят на улицу Энгельса И вот мы на Энгельса В глубине сфера Расположилось новое здание С охранным портретом на стене Это Фридрих Энгельс Мы знаем, что гимназию Будущий апологет коммунизма Не окончил Работал в редакции Рейнской газеты Впервые встретился с Карлом Марксом С которым потом дружил всю жизнь И который опубликовал его статьи Под своим именем И получал гонорары Энгельс женат был дважды А умер в Лондоне от рака пищевода Но вернемся на улицу Названий у нее было две Сначала Лео Штрассе А с 1938 года Диффенбах Штрассе Йоганн Фридрих Диффенбах Именем которого называлась Улица до войны Был хирургом, профессором И директором Королевской Хирургической клиники в Берлине Был уроженцем Кенигсберга И воевал против Наполеона К слову сказать После войны улицу назвали Крымской Потом Фонтанной И наконец она получила имя Энгельса После Первой мировой войны Строительство вилл притормозилось И в Амалинау стали появляться Многоквартирные дома Без излишеств и яркого декора Исторически является дом номер 4 Построен, как утверждает По проекту известного Кенигсбергского архитектора Ханса Хоппа А это дом номер 3 На портале сохранилась надпись Построен в июне или в июле 1936 года Это жилой дом Памяти архитектуры 20 века Я уж трасса находилась В Кенигсберге На границе колонии вилл Амалинау И считалась вполне респектабельной Сегодня улица Энгельса Также пользуется популярностью У скажем так Небедных людей Многие из них активно строят там особняки Пытаясь как-то Представляться Подражать немецким образцам Получается Это правда не всегда удачно В итоге приезжие зачастую Не могут отличить доводенный дом От новостроя Местные же жители Даже если они не обладают Багажом знаний в области архитектуры Делают это практически безошибочно Как правило Не подвергшиеся кардинальной перестройке Старые дома Самые простые Прелесть их как раз в локодичности И в мелких деталях Главная на мой взгляд Достопримечательность на улице Энгельса Дом номер 2325 Или зеленый дом Как его еще называют С барельефами Это эффектное двухэтажное здание С мансардой Построено в 1925-1926 годах Главная его фишка Выразительные барельефы на фасаде Один из них Немного напоминает знаменитого Дениуса Сколькера Станислава Кауэра Обнаженная девушка И римский бог Тарковли Меркурий На нумерации дома Дома парящие ангелочки А здесь изображена сценка из сельской жизни Ребенок гладит козу Мальчик пытается вскочить на коня Женщина толкает груженую чем в келешку На все это смотрит сидящий на лавочке старик Или просто думает о быстротечестве жизни И о том, как важно уметь радоваться простым вещам Вроде спокойного летнего вечера на хуторе Субтитры делал DimaTorzok Дом номер 36 Как и его сосед с барельефами Сегодня является объектом Культурного наследия регионального значения Это двухэтажная вилла Фасад которой расположен Перпендикулярно улице Энгельса Следующий хорошо сохранившийся И поэтому находящийся под охраной государства дом Находится на Энгельса 50 Это весьма строгое Но не совсем гармоничное Двухэтажное здание С выдающимся в сторону улицы Полукруглым выступом Так называемым фонарем Но главная прелесть этого дома Вход в виде перспективного портала Такой прием используется для того Чтобы максимально выделить Вход в здание Подчеркнуть его Очень часто используется в средние века При строительстве культовых сооружений Человек, проходя через такой портал В храм Волей-неволей ощущал важность момента Кстати на Сиане Этот домик выставлен за 40 миллионов рублей Последняя достопримечательность улицы Энгельса Находится почти на пересечении с проспекта Мира Это трехэтажное здание С высоким цоколем И двумя двухэтажными резолитами Оно построено в начале прошлого века И было простым жилым домом Сегодня у него находится Оригинальное отделение пенсионного фонда Редактор субтитров А.Семкин Пройдя по страли за Кавказской улочке, снова попадаем на пруд Поплавок, откуда и начинали хождение по Энгельсе-Нефенбахштрассе.